духовник царской семьи святитель феофан полтавский часть 2 отец феофан оказывал доброе влияние на всю семью дневники императрицы александры федоровны этого периода полны выписками из писаний отцов церкви что свидетельствует с каким душевным вниманием она изучала рекомендованную духовную литературу ее записки маленьким дочерям где она напоминала им прочитать книгу которую батюшка принес вам перед причастием отражают заботу отца феофана также о царственных детях 1909 году 1 февраля архимандрит феофан был назначен ректором санкт-петербургской духовной академии и вместе с тем через три недели воскресенье 22 февраля в день памяти во святых великого святителя григория паломы архиепископа фессалоникийского на второй неделе великого поста в соборе александра невской лавры была совершена хиротония архимандрита феофана во епископа ямбургского векария санкт-петербургской епархии хиротонию совершил первенствующий член святейшего синода высокопреосвященный антоний ватковский метрополит санкт-петербургский ладожский с прочими членами святейшего синода и с иными прибывшими в столицу иерархами всего числом 13 и 14 новорукоположенный преосвященный епископ феофан со множеством сослужащих священников и диаконов глубоко символичен самый день в которой было совершено таинство хиротонии это день памяти святителя григория паломы защитника молитвы иисусовой этим самым уже духовно предуказывалось рукополагаемому что он должен подражать великому святителю григорию паломен а кроме того как носителю имени святого феофана исповедника ему менялось подражание и этому защитнику чистоты православия как подражание особо чтимому самим рукополагаемым блаженной памяти преосвященному феофану вышинскому затворнику при наречии его епископа архимандрит феофан произнес обычное в этих случаях слово но оно поражает своим особым стилем стилем смиренной простоты и естественности видна высокая неземная самоотверженная душа будущего епископа приступающего к верховному служению святой христовой церкви никаких риторических приемов и лишних фраз простая благодатная истина звучит его глубинных словах а в них говорит дух древних святых отцов пустынников анахаретов обращаясь к святейшему синоду он начал так глагол божий призывающий на него церкви божьей делателей пастырского служения в которых церковь так нуждается во все времена своего исторического существования на земле наконец достиг и до меня с какими же чувствами я принимаю этот глагол божий лично сам я никогда не увлекался общественным служением и не искал его и даже по мере возможности уклонялся от него и если несмотря на такое мое настроение я призываюсь к этому служению то верю что на это есть действительно воля божья и что ко мне через стечение видимых обстоятельств невидимо глаголит сам господь властно повелевающий мне восприять на себя бремя нового служения но если такова а мне воля божья тогда будет она благословенно я приемлю ее приемлю со страхом и трепетом но однако без смущения и боязни да не покажется это кому-либо удивительным более чем кто-либо знаю я свои немощи душевные телесные и свое ничтожество всего лишь несколько лет отделяет меня от бездны небытия из которой я вызван к бытию всемогущим мановением божественной воли затем по вступлении моем бытия я наблюдаю в себе непрестанную борьбу жизни и смерти в области существования и естественного и благодатно духовного о как тяжело бывает временами эта борьба во мне но да будет за нее благодарение господу она глубоко укоренила в моем сердце ту спасительную истину что сам по себе я ничто а все для меня господь он моя жизнь он моя сила он моя радость отец сын и святый дух троица святая и приестественное божественное и обожающее всякое разумное бытие неустанно и с любовью ищущая ее и взирающая на нее к этой приестественной троицы и в настоящее знаменательное для меня время с верою и любовью горе обращаю я свой духовный взор от нее жду я помощи утешения ободрения укрепления и вразумления на предстоящее мне высокое и многотрудное служение глубоко верю что как некогда на апостолов сошел в виде огненных языков святой дух и от отца через сына исходящий и на них невидимо почил и притворил их немочь в силу так точно снизойдет он и на мое ничтожество и укрепит мою немощь усердно и смиренно прошу вас богомудрые архипастыри в предстоящий знаменательный для меня день совершения надо мною храме святой троицы великого тайнодействия епископского рукоположения вместе со всем сонмом молящихся верных чад церкви божьей вознесите и вы обо мне священную молитву ко при святой троице да преизобильно облечет она меня всеми дарованиями потребными для нового служения да отверзит ум к разумению божественных тайн да укрепит волю к совершению дел божьих да воспламенит сердце мое огнем все оживляющие любви божественной столь необходимой пастырю душ человеческих в этой многострадальной жизни человеческой и да будет все мое служение и вся моя жизнь во славу триединого господа которому единому подобает всякая честь и поклонение во веки веков аминь после этой хератонии новопосвященный епископ Ефеофан получил из кабинета его величества подарок от государя императора Николая II Александровича государине императрицы Александры Федоровны и всей августейшей семьи по магию такую же, какую носил и преосвященный Феофан Затворник Вышинский с изображением нерукотворенного образа Христа Спасителя Епископ Феофан с великой кротостью и терпением с духовным мужеством и непреклонной архиерейской твердостью нес возложенное на него Святой Церковью послушание и не только в Академии но и до последнего дня своей многострадальной жизни Искушение Почти 20 лет с 1891 по 1910 год владыка Феофан провел в стенах Санкт-Петербургской духовной академии Вначале юным студентом потом магистрантом Совета Академии и одновременно доцентом затем магистром и экстраординарным профессором исполняющим должность инспектора И, наконец, как инспектор с 1905 года а с 1909 года как ректор Санкт-Петербургской духовной академии Владыка подвязался на трех поприщах научно-академическом пастырско-священническом и монашеско-аскетическом У него был редкий дар совмещать духовное и душевное без ущерба одного другому Господь вел избранника своего путем искушений и искушений немалых В те годы общество было заражено настроениями передовыми революционными Многие вожелали лучшего будущего на грешной земле забывая о действительно лучшем мире об Отечестве Небесном В известной мере эти настроения коснулись и около церковных кругов Это поветрие проникло и в духовные учебные заведения Не соглашаться и возмущаться стало признаком хорошего тона В академиях появились носители либеральных идей как среди профессоров так и среди студентов Лозунг свободы антихристовой стал гордым знаменем многих И молодому инспектору высшей духовной школы приходилось свидетельствовать пред непонимающими что царство Христово не от мира сего По своему положению он был главенствующим в академическом совете хотя и моложе всех профессоров Большинство из них знали его еще студентом Речи в совете были неспокойны многие требовали обвиняли и оскорбляли Молодому инспектору приходилось мирить успокаивать но сильно было тогда поветрие, обновление все бушевало и бурлило были нападки не только друг на друга но и на самого владыку он вынужден был отвечать на острые вопросы но сохранял неизменно монашеское спокойствие благовествуя мир конфликт с частью профессуры подпавший под влияние запада произошел в связи со специальными задачами стоявшими перед Санкт-Петербургской духовной академией эти специальные задачи вытекали из исторических и географических условий так Казанской духовной академии уменялась в обязанность защиты от ислама буддизма и прочих восточных религий с которыми Россия соприкасалась на восточных границах империи Киевской духовной академии ставилась задача защиты от католицизма и униатства Московская духовная академия должна была разрабатывать вопросы преодоления старообрядческого раскола в Российской православной церкви и защиты от сектанства и наконец на долю Санкт-Петербургской духовной академии приходилась самая трудная задача стоять на страже и защите святого православия от проникновения с запада тлетворных идей либерализма протестантизма материализма атеизма всякого антихристианства и масонства преосвященный феофан период своего ректорства в Санкт-Петербургской духовной академии несмотря на все протесты части профессуры заявляемые во имя антихристовой свободы исповеднически исполнял свой священный долг позже владыка феофан рассказывал о болезненном конфликте произошедшем у него с одним из профессоров пожелавшим свободы от иго Христова тот начал жить грешным сожительством с женой у своего коллеги на виду всей академии начальствующие лица старались этого не замечать не желая обострять отношения со знаменитым профессором но когда инспектором стал будущее владыка то сразу всем стала известной яркая черта его душевного устройства исповедническое служение правде божьей несмотря ни на какие личные невыгоды владыка феофан внес предложение в академический совет чтобы тот профессор поступил по закону согласно требованиям законоположений православной церкви совершенно недопустимо чтобы профессор духовной академии жил не венчано и к тому же с чужой женой ведь Санкт-Петербургская духовная академия высокое место по подготовке будущих пастырей православной церкви православном царстве ведь эта академия перед глазами всех в столице империи и с нее берут пример миллионы и как это возможно такое неуважение и нарушение законов церкви и государства профессор страшно возмущался и негодовал какое он имеет право вмешиваться в мою частную жизнь на это владыка ответил что во-первых это не совсем частная жизнь профессор духовной академии должен по своему положению жить по-христиански а во-вторых по законоположению инспектор академии обязан обратить внимание на это и профессору пришлось выбирать или уходить из духовной академии и жить частной жизнью или смириться перед законом церкви академический совет поддержал своего инспектора и профессор вынужден был подчиниться об этом конфликте владыка Феофан всегда вспоминал с горечью у профессора не хватило христианского мужества признать свою вину и примириться и Господь наложил на него пожизненную эпитемию в жене его она страдала серьезным психическим заболеванием у знаменитого профессора был тяжелый крест антихристов дух иудиного либерализма натворившись столько бед в судьбах русского народа и в судьбе русской православной государственности в те предреволюционные годы все сильнее проникал и в стены духовных учебных заведений и раз были слабодушные профессора то что сказать о питомцах академии находились среди них такие студенты которые под горделивой вывеской свободомыслящих людей и нигилистов пытались узаконить свою волю и надо прямо сказать такое душевное состояние по мнению святых отцов есть тягчайшее духовное заболевание человека оно именуется духовной прелестью один из студентов в своем самомнении и самообольщении стал резко выступать против верований и религиозных обычаев общества и церкви гордящийся своим неповиновением законам и правилам духовной академии этот студент не только на словах но и во всем своем облике и поведении старался быть непохожим на всех чтобы этим заявить свою свободу он преднамеренно неряшливо одевался отпустил такую же неряшливую бороду и длинные волосы в общежитии он вопреки правилам ложился на постель в неурочное время да еще и обутым обо всем этом стало известно инспектору академии и однажды когда этот нарушитель порядка лежал на постели вошел архимандрит феофан тот продолжал лежать надеясь очевидно вызвать бурю гнева но архимандрит спокойно спросил его почему вы в неурочное время находитесь в спальне и вопреки правилам лежите на постели а лежу потому что хочу а вы может быть больны но надо снять обувь мне так удобней а о моем здоровье не беспокойтесь отчего вы так себя ведете как это так вы отпустили лохматую бороду и такую же шевелюру а вы для чего отпустили монаху так положено законам церкви я и подчиняюсь закону и советую вам подчиняться общим для всех правилам а я никаких правил и законов не признаю кроме моего желания хочу и все а вы подумали что каждый истинный христианин не может рассуждать как вы он не имеет права следовать своему хочу и не хочу а только тому что повелевает нам бог господь наш иисус христос после этих слов наступило молчание и архимандрит удалился гробиян очевидно ждал административных мер чтобы прославиться как невинно пострадавший но таких мер не последовало в этом случае архимандрит феофан проявил себя как подлинный настоящий монах он снес дерзкую грубость вообразившего себя героем студента отказался принять административные меры воздействия даваемые ему положением инспектора духовной академии кротко принял вызывающее поведение дерзкого ведь господь иисус христос божественный наш спаситель сказал блаженны кроткие ибо они наследуют землю мотфей 5 рассказывая обо всем этом через много лет архиепископ феофан добавил что с таким человеком и в таком душевном состоянии говорить с такими как он должна говорить гражданская власть свойственным ей языком другого языка они не признают и не понимают может быть последствия господь его и вразумил и он понял свою ошибку но если не понял и примкнул к революции то он мог духовно погибнуть владыка архиепископ как-то вспоминал и об одном молчаливом диспуте с известным философом публицистом василием васильевичем розановым когда тот посетил владыку преосвященный собирался погулять на свежем воздухе в саду академии владыка любил гулять в этом саду когда его ум и сердце были заняты лишь молитвой иисусовой поскольку гость был знаком ему и прежде он пригласил того погулять на воздухе в редкий для столицы погожий день философ совершенно неожиданно вдруг начал очень возбужденно и громко обличать монашество владыка в ответ молчал не отвлекаясь от молитвы тогда розанов продолжил свои обличения потом немного подождав и не услышал возражений призадумался прошлись еще немного спорщик продолжил но уже медленнее и тише заглядывая в глаза владыки но так и не разгадал какое впечатление производят его пассажи так как преосвященный молился опустив глаза долу далее розанов стал терять нить своих размышлений повторяться владыка феофан по прежнему молился молча наконец гость остановился посмотрел долгим взглядом на владыку и тихо тихо как бы самому себе неожиданно сказал а может быть вы и правы умный человек он сам почувствовал слабость своих мыслей валаам старец алексей об исповеди в душе владыки феофана особое место занимал валаамский монастырь он любил святой валаам и часто с теплотой говорил о нем суровая и величественная природа спаса преображенского монастыря одного из древнейших на руси расположившегося на островах огромного как морс ладожского озера была мила его сердцу монастырь появился еще в те времена когда вся окольная земля была языческой суровый северный климат богом был создан для аскетов подвижников к монастырю относятся несколько скетов а также хижины отшельников трогателен здесь монастырский суровый обычай вселения в отшельничество когда монах изъявляет желание вести совершенно одинокий безмолвный образ жизни признается способным к этому и получает благословение игумена ему дают топор пилу гвозди мешок сухарей и отвозят на необитаемый остров там он сооружает себе хижину для молитвы и сна как бы гроб в котором и подвизается до смерти пищу ему сухари привозят на лодке из монастыря при этом не произносят ни слова ибо он дал обет богу умереть миру и жить лишь о господи в годы лодка служба в храме кончается и я прежде отпусто выхожу из храма чтобы не смущать монахов и богомольцев своим присутствием а то ведь как к епископу все молящиеся начнут подходить под благословение а я выйду быстро из храма и уйду в лес а в лесу благодатная неописуемая красота молитвенная тишина как в храме божьем господи какое это дивное наставление к молитве непрестанной действительно сама неодушевленная природа говорит о великом творце своем о боге ибо воистину по величию красоте созданий познается он виновник и создатель бытия их однажды в девственном и молитвенном валаамском лесу в этом нерукотворном храме божьем привелось владыке феофану пережить нечто дивное благодатное вышел он как обычно из монастырского храма и уединился чтобы всецело отдаться той радостной благословенной молитве которая совершается по милости божьей в тайне но вскоре он заметил большую безмолвную толпу народа со старцем иеросхимонахом Алексеем на которого было возложено игуменом послушание поучать народ с собеседованиями вне храма увидя это владыка пошел в сторону и думал что больше не встретиться с этой толпой но оказалось что и старец вел богомольцев в ту же сторону тогда он решил пропустить шествие мимо а потом самому уйти в противоположную сторону владыка находился чаще и оттуда наблюдал прохождение богомольцев впереди шел старец на большом расстоянии от народа а за ним шли богомольцы большинстве своем женщины иеросхимонах двигался склонив голову к земле занятый по уставу монашескому непрестанной молитвой у епископа непроизвольно вдруг промелькнула мысль ах напрасно иеросхимонах Алексей окружает себя этими женщинами да все молодыми нарекания могут быть но не успел я вспоминал позже владыка этого подумать как старец поднял голову и повернувшись в мою сторону громко сказал почти выкрикнул и за христом ходили по неожиданности и краткости произнесенных слов никто не мог понять в народе их смысла и кому они относились хотя вся толпа слышала эти слова и взглянула в сторону владыки но его за густой чаще нельзя было видеть а старец снова опустил голову и погрузился в заповеданную господом непрестанную молитву воистину старец алексей был великий святой и дивный прозорливец свидетельствовал владыка феофан он был так красив как ангел божий на него порой было трудно смотреть он весь был как бы в пламени особенно когда стоял на молитве в алтаре в это время он весь преображался его облик становился непередаваемо особым крайне сосредоточенным и строгим он действительно был весь огненный но миру он остался почти неизвестен потому что мир был недостоин если старец чувствовал что присутствующие в алтаре невольно наблюдают за ним и за его молитвой он старался скрыть свое состояние неким юродством он в этом случае обычно подходил к стене и выдавая себя за рассеянного богомольца по тени своей на стене поправлял и приглаживал на голове волосы владыка феофан рассказывал о духовной прозорливости дивного старца божьего Алексея в то время он молодой иеромонах феофан профессор академии отправился из Петербурга в Алламский монастырь по некой духовной необходимости его беспокоила мысль в аскетических правилах святых отцов монаху предписывалось как можно меньше уделять внимание своей внешности но церковь благословила ему быть ученым монахом и жить и спасаться в миру но живя в миру невозможно забыть свою плоть и не заботиться о внешности с этим и вошел будущий владыка феофан в келью старца Алексея ему он собирался рассказать и ожидать решение которое как отец иеромонах был совершенно убежден будет и ответом божьим на поставленный вопрос и вера эта не была посрамлена отец феофан не только получил ответ но получил с удостоверением что такова именно воля божья старец как всегда принял иеромонаха очень и очень радушно усадил его и попросил минуточку подождать сам же взял зеркало поставил его на стол за которым сидел отец иеромонах взял гребень и старательно причесался после этого он все убрал со стола и обратившись к отцу феофану сказал ну а теперь уже будем разговаривать так безо всяких слов старец Алексей дал ответ на незаданный еще вопрос с каким отец иеромонах и профессор академии прибыл в обитель Валаамскую и вошел в келью старца говоря о насильниках Валаамской обители владыка феофан умилялся всегда тому что старые монахи называли кипяток который можно было получить после обеда утешением на монашеском на монашеском на монашеском языке утешением называется послабление каждодневного поста праздничные дни но не сразу привел Господь душу владыки к опытному духовному руководителю к истинному благодатному святому старцу каким был иеросхимонах Алексей в начале своего пребывания в Петербурге студент Василий Быстров пользовался советом духовника которого по рекомендациям других избрал среди монашествующих Александра Дневской Лавры однажды по действию дьявола случилось немалое искушение когда Василий пришел в Лавру на исповедь к тому иеромонаху он оказался нетрезвым Василий же этим не смутился и как ни в чем не бывало исповедался взял благословение и спокойно ушел когда в следующий раз он пришел к этому иеромонаху тот поклонился ему до земли и просил прощения при этом монах воздал должное Василию за правильное отношение к случившемуся за то что он не смутился и не осудил его все получилось неожиданно и для самого духовника он не знал слабости своего организма и опьянел от малого а молодой человек проявил мудрость святых отцов мудрость евангельскую памятую о том что на исповеди человек предстоит пред Господом а не пред человеком в этом отношении примечательно воспоминание одного человека которому посчастливилось побывать на исповеди у самого архиепископа Феофана я стал я стал евангелие евангелием евангелием этого понимания видимо и желал владыка ясно показывая что исповедуюсь я перед самим Богом у владыки Феофана все что мы привыкли воспринимать механически по традиции без значения внутреннего смысла оживало и получало свой изначальный духовный смысл старцы старцы Варнава и Сидор Гефсиманские с юных лет будущий владыка искал духовного совета у опытных по слову святых отцов в начале это были просто духовники а затем по окончании академии и принятии монашества он руководствовался в своей духовной жизни благодатными духоносными старцами по каждому важному вопросу обращался владыка к ним и находил у них с избытком то что искал любовь к старцам он всячески прививал и студентам академии но язык старческого иносказания не всегда был понятен им так однажды по совету владыки Феофана студенты отправились к одному старцу несомненно благодатному и широко известному пришли они к нему а он в это время мыл пол в своей комнате и большая лужа воды была на полу конечно старец провидел что к нему идут гости и чтобы показать им самим их духовное состояние за минуту до их прихода занялся мойкой пола студенты не поняли тогда этой притчи и разочарованные вернулись не поняли не поняли языка старческого сожарел владыка Феофан не поняли они того что он хотел им сказать и показать ведь они пришли к нему с высоким мнением о себе что мы мол академики а знаменитый духоносный старец которому съезжались со всех сторон большие люди за духовным советом показал им прежде всего свое собственное смирение тем что мыл в своей келье пол и если бы эти молодые здоровые люди бросились помогать удрученному годами и подвигами старцу и в первую очередь убрали бы большую лужу воды которая кстати говоря мешала им подойти к старцу чтобы принять от него благословение они бы отгадали счастливое для себя то мудрое слово которое без слов хотел преподать им великий старец и при этом с другой стороны он им показал их собственное состояние высокое мнение о себе гордость как это мы будем ему мыть пол но может быть позже они поймут это старческое иносказание владыка феофан часто ездил к старцам не только на валаам но и в гефсиманский скит троицы сергиевой лавры этот скит основан был знаменитым филаретом дроздовым митрополитом московским в начале 20 века в этом скиту подвязались два благодатных старца отец исидор и отец варнава старцы эти были нрава противоположного отец варнава был очень строгий сама ревность о господи а отец исидор напротив того был благостный очень смиренный и бесконечно милостивый возле него всегда ютились всякие бродяги и пьяницы и всех он кормил старцу исидору делались неоднократно строгие замечания по этому поводу и прямо запрещалось кормить этот по сути жалкий погибающий люд но милостивый старец жалел их и тайно продолжал кормить однако случилось так что один из бродяг по прозвищу федька каторжный всегда подвыпивший подъявольскому наущению пытался зарезать своего кормильца к счастью это произошло на глазах у многих богомольцев они заступились и спасли от смерти блаженного старца федьку судили вызвали и старца исидора как пострадавшего и судья спрашивает его расскажите пожалуйста отец как все было а что было да этот преступник хотел вас зарезать вот и нож который у него из рук выхватили да что вы пристаете к человеку он и не думал и не хотел меня зарезать да как же не думал и не хотел ведь он бросился на вас с ножом сколько свидетелей есть и все как один одно и то же свидетельствуют против него да что вы к нему пристали ведь он был пьян и ничего не помнит отпустите его отпустите при этом старец заявил что если федьку не отпустят то он уйдет из скита от такого позора и великого греха что из-за него осудили человека и пришлось отпустить преступника потому что старца очень ценили и не хотели с ним расставаться сам федька после этого плакал и просил прощения у старца и седора а старец всем рассказывал после самоукорительно качая головой я под суд попал меня-то судили вот какой грех случалось что старец и седор направлял своих посетителей к старцу варнаве когда надо было хорошенько пробрать чтобы человек пришел в чувство своей греховности посетитель не успевал и слова вымолвить а старец наперед уже знает а вам по вашей нужде непременно надо пойти к старцу варнаве он вам поможет а мне это не дано да нет батюшка я хотел бы к вам нет нет господь благословляет к отцу варнаве идите с миром и скажите ему что я вас прислал к нему за наставление так надобно это воля божья владыка феофан говорил что старцы варнава и исидор дополняли друг друга и поэтому между ними была большая духовная дружба и любовь нет Продолжение следует...